Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами, как я изучала греческий язык. Расскажу вам несколько лайфхаков, возможно, кому-то они пригодятся. Не обязательно для изучения греческого языка. Я думаю, при изучении любого иностранного языка вы можете воспользоваться моими советами. Не обращайте внимания, пожалуйста, на мой внешний вид. Я сейчас нахожусь недалеко от пляжа возле города Ларнака, на территории одной из местных гостиниц. Мы с моей мамой приехали сюда немножечко поплавать, позагорать. И пока у меня есть свободная минутка, я буду вам рассказывать о том, как я изучала греческий язык. Для начала самое важное, это нужно иметь определенную мотивацию. Моей мотивацией было то, что я собираюсь переезжать жить на Кипр, собираюсь замуж. Это послужило толчком к изучению греческого языка, причем в ускоренном темпе. Изучать греческий язык я начала где-то за три недели до переезда на Кипр. Это происходило не очень-то результативно. У меня было очень много других дел, было много работы, нужно было завершить кое-какие дела. Я понимала, что уезжаю на неопределенное время, возможно, навсегда. Так и получилось. Все, что я смогла сделать до переезда на Кипр, это найти хорошую книгу в электронном варианте и найти несколько веб-сайтов, на которых я могла слушать греческий язык, хотя бы в аудиоформате. Там просто диктор проговаривал слова и перевод. Я слушала слово-перевод. Это не очень сильно повлияло на запоминание языка, но хотя бы я начала немножечко вникать, начала привыкать к греческому языку, к словам. Очень хотела купить курс Ешка. У меня как раз было на это время. Но, к сожалению, Ешка на тот момент не выпускал уроки греческого. Я не знаю, как изменилась ситуация сейчас. Я даже списывалась с ними. Мне ответили, что, к сожалению, греческого языка у них пока что нет. Книгу в электронном варианте мне выслали одни знакомые. Я распечатала несколько первых уроков. И первых уроков мне было достаточно для того, чтобы хотя бы начать немножечко изучение в домашних условиях. Времени на книгу у меня не было. Поэтому изучать греческий по книге я начала в поезде Донецк-Киев, когда ехала в аэропорт. Когда я приехала на Кипр, встал вопрос об изучении греческого языка в специальных школах. В школу я так и не пошла, потому что для этого нужно было, чтобы меня кто-то туда или возил, или нужно было пользоваться общественным транспортом. С общественным транспортом в нашей деревне очень сложно. Поэтому пришлось изучать язык самой. Конечно, изучение греческого в школе имеет определенные плюсы. Например, это хорошая система, это контроль преподавателя. Также есть минусы. То есть та же система имеет свой определенный шаблон, который, возможно, подходит не всем. На это нужно дополнительное время. Оплата, кстати, за эту школу невысокая. Поэтому, если кому-то подходит такой вариант, то, возможно, лучше всего, конечно, изучать греческий язык где-то в школе. Тогда преподаватель вам доходчиво объяснит, начиная с самих азов, начиная с грамматики, с каких-то простых вещей. И дальше вы уже сможете изучать язык сами. Только я приехала, у меня началась практика азов. Все, что я выучила сначала, это были какие-то слова приветствия, были какие-то небольшие, маленькие, простые слова. Это были цифры, времена года, дни недели. Изначально я старалась выучить то, что мне понадобится на первое время, то, что не займет у меня много времени и станет основой для дальнейшего изучения и накопления словарного запаса. Я сделала небольшой список того, что могу порекомендовать вам, что нужно выучить сначала. Самое первое – это алфавит. На алфавит у меня ушел где-то один день. Алфавит нужен для того, чтобы читать разные вывески, газеты, читать что-то в программах по телевизору. То есть алфавит – это то, с чего начинается изучение любого языка. Его нужно знать обязательно. Нужно выучить цифры. Цифры от 1 до 10 я выучила тоже где-то за день. От 10 до 20 до 100 на это тоже у меня ушел где-то, может быть, еще один день. То есть цифры нужно знать обязательно. Вы сможете купить что-то в магазине. Желательно сразу выучить артикли, научиться различать существительные, прилагательные и глаголы. Также желательно выучить, какие окончания у существительных и прилагательных женского рода, среднего рода и мужского рода. Таким образом, вы научитесь определять, о ком или о чем говорят люди. И обязательно нужно знать для начала какие-то вопросительные слова. Такие слова, как «что», «какой», «куда». Одна моя знакомая порекомендовала мне выучить сразу же слово «хочу», для того, чтобы сообщать моему мужу и окружающим, что «хочу» это, «хочу то». Но с моим мужем мы разговаривали на английском языке, поэтому у нас с ним таких проблем не возникало. А вот с его родителями поначалу я общаться не могла, поэтому мне пришлось учить греческий в очень быстром темпе. Киприоты, особенно взрослые люди, очень трепетно относятся и к своей культуре, и к своему языку. Поэтому, как только меня встречал кто-то из знакомых при знакомстве, они у меня всегда спрашивали, говоришь ли ты по-гречески, как долго ты на Кипре. Если я говорила, что, допустим, я на Кипре уже три месяца, у меня спрашивали, а что ты уже выучила из греческого языка. То есть киприоты очень положительно относятся к тому, что изучаешь их язык. И, соответственно, я хочу посоветовать вам несколько лайфхаков. Данные лайфхаки подойдут больше для аудиалов, для людей, которые воспринимают преимущественно на слух информацию. Первое, что я выделила, это расчленение слов, то есть учиться на слух определять, где заканчивается одно слово, начинается второе слово. Для этого нужно прислушиваться к речи, вы научитесь выделять слова. Если вы услышите какое-то новое слово, вы сможете или переспросить, или посмотреть в интернете, как это слово переводится. При общении с киприотами обязательно задавайте им вопросы. Нужно показывать, например, на какой-то предмет, который еще не знаешь, как будет по-гречески, и спрашивать, что это. Киприот вам скажет, что это, вам нужно это запомнить, желательно записать так, как вы это слышите, и потом, опираясь на слух, записать это слово в гугле. И таким образом вы найдете перевод. Постоянно переспрашивайте, особенно если вы услышали какое-то похожее слово, которое вы уже выучили. Возможно, это и другое слово было произнесено. Таким образом вы выучите слова или однокоренные, или просто похожие. Если вы узнали какое-то слово, вы еще не знаете, как оно пишется, можете записать его английскими буквами. Google найдет это слово на греческом языке, предложит вам слово по-гречески. Зная греческий алфавит, вы поймете, что действительно это то слово, которое вы ищете, и вы будете знать, как это слово еще и пишется. Это тоже очень важно. Сейчас я вам покажу несколько рекомендаций для визуалов таких людей, как я, которым нужно все увидеть своими глазами, прежде чем выучить. Вот такая старенькая потрепанная тетрадочка у меня есть, по которой я учила по книге электронной. Здесь очень много страничек исписано, я вам сейчас покажу. Тут есть и таблички. Вот, смотрите. Тетрадочка эта уже имеет такой неприглядный вид, но для меня она имеет очень большое значение, как память. Она исписана практически полностью упражнениями. Еще у меня есть вот такой словарик, такая небольшая книжечка. В этом словарике я писала, смотрите, поначалу у меня было записано слово, потом транскрипция на английском и перевод на русский. Вот так это выглядело. Потом мне транскрипция уже была не нужна, и я продолжаю писать вот таким образом. Здесь просто греческое слово, греческими буквами и русский перевод. В этом словарике записано около 700 слов. Я посчитала недавно. Очень хорошо он меня выручал. Каждый день я записывала где-то по 10 новых слов. За несколько месяцев я выучила греческий достаточно для того, чтобы уже на нем общаться. И еще мне подарили вот такую вот книжечку. Это книжечка на греческом для начинающих, для тех, кто начинает изучать, но при этом кто уже хотя бы, наверное, те же 500 слов знает. Как раз для меня. В этой книге просто написан небольшой интересный рассказ. Было очень интересно дочитать его до конца, поэтому я спешила, спешила изучала греческий язык. Я подписывала слова, которые не знаю. Сейчас я вам покажу, как у меня здесь подписано. Это самая первая страничка. То есть на первой страничке у меня, вы видите, где-то через одно, через два слова все подчеркнуто и подписано. Уже вторая и третья страничка, вы видите, здесь уже меньше. Книгу эту я читала, ну, сказать так честно, где-то месяца два, а может быть и три. Вот, то есть между первой страничкой и второй у меня прошел где-то месяц, наверное, и потом еще за два-три месяца я прочитала все остальное. В конце, сейчас я вам покажу, где заканчивается этот рассказ, в конце у меня уже практически ничего не подчеркнуто. Здесь я уже все понимала. Или почти все. Иногда достаточно знать где-то процентов 70 слов для того, чтобы прочитать такую книгу. Книга несложная, кстати. Поэтому я советую тоже найти какой-нибудь небольшой интересный рассказ и попробовать самостоятельно прочитать небольшую книгу. И еще я посоветую напоследок несколько небольших лайфхаков. Когда я научилась хорошо читать и писать по-гречески, а словарный запас у меня был еще небольшой, я начала читать вывески. Вывески эти иногда писались на греческом и на английском. Таким образом я сравнивала греческий язык с английским языком. Надо сказать, что до того, как я начала учить греческий, я уже свободно общалась на английском. Также я неплохо знаю немецкий язык. И где-то на уровне 500 слов я знаю французский язык и умею читать по-французски. Поэтому некоторые слова в греческом языке были похожи на другие языки. Также из греческого языка очень много заимствовано и в русский, и в украинский, также и в другие языки, как оказалось. Поэтому кроме вывесок я также пользовалась вот этим лайфхаком, когда я пыталась узнать слова из греческого языка, которые похожи на слова в русском языке. Не только в русском, также и в других иностранных языках, которые я знаю. Иногда я смотрела телевизор, особенно мне нравилась передача с приготовлением пищи. Там повар рассказывал рецепт, и когда он показывал, он называл предметы своими именами. Поэтому на слух я определяла, какое слово относится к какому предмету, и таким образом я изучала язык. Также я бы порекомендовала смотреть местные сериалы. По сериалам тоже иногда понятно, какое слово они произносят. И разговаривают там они не очень быстро, членораздельно. Если с вами находится рядом носитель языка, например, моя свекровь, с которой я вместе смотрела сериалы, я у нее переспрашивала некоторые слова и фразы. Еще я старалась подслушивать разговоры с детьми, с животными. Обычно с ними разговаривают очень вежливо, в вежливой форме. Им, например, предлагают, ну, что обычно животным говорят, иди сюда, сядь. Вот такие хотя бы какие-то простые слова и фразы я училась от животных. Кстати, даже мой муж, когда у нас была собака, он изучил несколько слов. И был смешной момент, когда он сказал моей маме сидеть. Это было очень смешно и необычно. Теперь они так друг другу предлагают. Прошу прощения, теперь они так друг другу и предлагают стула. И моя мама моему мужу, и муж моей маме. Очень хорошо помогают слова ассоциации. Эти слова могут быть абсолютно разного значения. Я сейчас приведу один пример. Например, как однажды я выучила слово водопад. Водопад на греческом катарактис. Катарактис, да, очень странное слово для слова водопад. У нас это похоже на болезнь глаз, на катаракту. У меня эта ассоциация сработала почему-то так. Но я запомнила, что это водопад, конечно же. Можно учить слова также по именам. Вот на греческом языке, ну, наверное, вы знаете, да, что наши имена имеют определенное значение. И это значение приходит к нам из греческого языка. Например, сейчас у меня крутится на языке имя Григорий. По-гречески Григорий, Григорис. И это имя произошло от слова быстрый. И также у них очень много имен, которые что-то обозначают. Я думаю, каждое имя означает какое-то слово. Также помогают в изучении смешные слова. Даже те, которые слышишь первый раз, почему-то их очень быстро запоминаешь. И если это слово вызывает у тебя какие-то смешные эмоции. Например, какое слово, мама, мы с тобой? Галапула. Маме показалось смешным слово Галапула. Как это переводится? Индюшка. Я знаю, просто переспросила у мамы, потому что моя мама на греческом не говорит. Но некоторые слова, которые ее, например, развеселили, которые вызвали у нее какие-то ассоциации, какие-то похожие слова. Она их очень легко запоминает. Слово Качакари. По-гречески, по-моему, это немножко по-другому. Ладно, не буду сейчас гадать. В общем, по-кидрски это Качакари. Это означает старушка. Какое слово ты еще знаешь? Смешное. Катаклизмоз. Нет, катаклизмоз. Катаклизмоз. Катаклизмоз, она и в Африке катаклизмоз. Ладно, мы не в Африке. В общем, катаклизмоз это тоже как бы катаклизм. У них это в мае такой праздник есть. Или в мае, или в начале июня, уже не помню. Это Ной в ковчег они празднуют здесь. А сплетница как она бывает? Куцумбола. А, вот, я еще знаю Куцумбола. Я еще знаю Куцакуда. Вот, мама запомнила два похожих слова. Даже она, кстати, обратила внимание, что слова эти похожи. Это Куцумбола, сплетница. И Куцукуда, жук. Куцукуда усами шевелит, а сплетница языком. А сплетница языком, да. Кстати, слово Куцумбола я выучила тоже недавно. Я даже не смотрела, если честно, в словаре, как точно она переводится. Но я думаю, что это означает сплетница. Потому что нам просто рассказывали о кое-каких сплетницах в этот момент. И таким образом мы с мамой вдвоем выучили это слово. Ну давай, еще такие слова ты знаешь. Апельсин я знаю. Апельсин ты знаешь? Китромола. Нет, китромола это померанин. Китромола это померанин. Тоже цитрусовый, да. Подожди, апельсин, апельсин. Ну давай, давай. Ну это не смешное слово. Это обычное просто. Ну просто я его как-то запомнила. Запомнила. Но когда я его слышу, я его помню. Сказать? Да. Портакали. А, портакали. Портакали. Ладно, это, конечно, не смешное слово, но это что-то вот на что-то похожее. Ну да, ассоциация какая-то. Портукальская такая. Да. Также очень хорошо изучать некоторые названия животных. И птиц. Потому что, как мне объяснял муж, названия животных происходят от того звука, который они произносят. А ну, мама, какие ты слова знаешь? Животные. Галлопула же. Ну, галлопула, да. Галлопула, галлопула, галлопула. Галлопула, галлопула, да. Галлопула, галлопула. А какое животное еще? Ну ты же знаешь, свинья как. А, свинья. Ну, давай. Давай, давай, давай. Блин. Я его помню. Но она говорит. Но она говорит, а слово забыло. Гуруни. А, гуруни. Гуруни, свинья. Я знаю, гуруни, свинья. Сова, сейчас еще вспомню. Кошка, собака. Кошка, собака не относятся к тому, что они говорят. Кошка и собака там, они по-другому. Собака скилос, кошка гатус. Еще к слову о вывесках. Также я бы сюда добавила ценники в магазинах. Очень хорошо читать в продуктовых особенно. Особенно, когда ценники дублируются на греческом и на английском языках. Хотя иногда достаточно только и греческих слов. Вот такие небольшие рекомендации у меня к вам были по изучению греческого языка. Если у вас будут еще какие-то вопросы по этому поводу, задавайте мне их в комментариях. Возможно, вы меня сподвигнете на запись новых видео. Спасибо за просмотр. И до встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok